Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствуют грибоведы! Сегодня у нас 26 июля 2022 года. И мы снова идём в лес в надежде найти лисички. Ну, не знаем, найдём или нет, но погулять погуляем. Я хочу поблагодарить всех тех, кто помогает нашему просветительскому проекту «Грибоведы». Благодаря вам, дорогие зрители, мы существуем. Благодаря вам снимаются фильмы. Ну, чаще снимаются они на голом энтузиазме, но, тем не менее, мы от всей души хотим вас всех поблагодарить. Ну, и подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, можете оказать финансовую помощь. А мы... Делитесь нашими фильмами в соцсетях. Так что, вот. Ну, а сейчас мы идём. А мы отправляемся на поиски грибов. Хорошо. И идём. Ну, вот. Сегодня у нас лес. Это сосновый бор. Видите, в подросте изредка встречаются ёлочки. Потом, что ещё? Ну, вот это. Рябины. Небольшие. Берёзки. А так, основные... Основная древесина – это сосный основной древостой. Вот. Внизу трава. Вот. С морянником вот эти... Жёлтые цветочки. Вот. Ну, здесь будем сейчас смотреть. А вот, интересно, процесс гибели дерева. Вот смотрите, вроде вот сосна. Она зелёная, в левхвое стоит. Всё. Замечательно. Но. Видать, во время движения техники была нарушена кора. Раз. Плюс. Оголились корни. И по ним тоже техника проехала. Они стали подгнивать. И вот уже вездесущие грибы начинают расти. Вот это у нас трутовик окаймлённый. Вот он всё. Начинает своё разрушительное действие. То есть, дерево ещё живое, но часть дерева омертвела. И вот эта омертвевшая часть поедается. Ну, и, соответственно, потихонечку ослабляет всё дерево. Вот уже и молодые пошли. И через несколько лет, а может даже за один год, древесина настолько ослабнет, что дерево рухнет. Всё. Вот такие вот. Ну, ладно. Идём, смотрим. Ну, вот мы сейчас на берегу лесного озера. Ну, я так понимаю, это водохранилище пробило стенку и как бы затопило часть лесной низины. Потому что посередине стоят берёзы сохлые. Вот. Ну, и что здесь на берегу? А на берегу у нас вот тут вот лисички. Ага. Ну, уже такие как это назвать в возрасте. Лисички в одиночестве не растут. Ребята коллективные, дружные. О, какой. Арт-объект природы. Видите, кружева такие. Как специально. Так, вот. Это же все листики остались прожилочки только от листиков. Ладно. Хорошо. Так. Что тут? Еще вот. В мохе прячется и практически не видно. Ладно. Значит, будем внимательнее смотреть во мхах, как говорится. Тут яма и вода стоит и вон видно следы. Видать, лось или кабан в грязи валяется, спасаясь от комаров. Интересно. Мы подъехали, наверное, он испугался. Ушел сушиться. Ладно. Смотрим дальше. Это болото. Захотелось посмотреть поближе его конструкцию. Видите, лес рос, и потом пришла вода, и деревья. засохли. Это сухие сосны стоят и березы. Потому что в воде обычные деревья расти не могут длительное время. чуть-чуть постоять могут, а так, чтобы на постоянку не получается. лося. Вот я еще думал. Сейчас вымем. Все. Все. Уже сырость. трясина. Обычно в таких местах можно лося увидеть спасущегося. Место открыто, и он где-нибудь стоит, грызет свою траву, его можно заснять. Но сейчас вот в данный момент, сейчас полдень, скорее всего все лоси отдыхают. просто лежат. Выходят под вечер. Вот такое вот болото. Вокруг него вот мы и ходим. Здесь влажно. Есть надежда на встречу с какими-нибудь грибами. Думаю, кто там шаркает по траве. А это Лена бросит. Сейчас мы к ней подойдем, спросим, чего нет. Ну, Как? Ну, лисичку нашла. Да, ты что? Ну, я тоже. И так как-то вот не видно, чтобы кто-то там снимал, их резал. Ну, ясно. Значит, нынче здесь не уродились. Ну, вот тоже, да? Все зависит еще от леса. В этом лесу родилась, а в том нет. Еще вот постоянно спрашивают, почему я тебя постоянно не снимаю и почему рядом не хожу. Дело в том, что я люблю одна ходить. Вообще, хождение по лесу, это процесс медитативный. И вот в этой медитации, чтобы кто-то рядом постоянно там говорил. Я сопил по духу. Лешал. Мне это не нравится. Поэтому я хожу сама по себе. Ну, ясно. Ну, так, в обозримой видимости поля. Ага, ну, ясно, ладно. Иди медитируй дальше. А я себе пошел медитировать. Отдельные земляничины. еще попадаются. Сейчас ехали на земляничниках. Народ еще пасется. Что-то собирает. А мы в этом году как-то так пропустили земляничную страду. Не знаю по каким причинам. Но чем-то были заняты. Вот. идем дальше. Смотрим. Ну, Кто-то рылся. О, как. Раскапывали непонятно, что здесь. Гусениц, червяков. Минералы какие-нибудь. Кто вот тут? Да. Так. Причем вот вокруг гнилого пенечка все рылись. зверюшка видать. Знаю, что там ищет. Ладно. А тут еще одна низина. Сейчас вот здесь тоже пройдемся по берегу. Посмотрим. О. А здесь черничка растет. я все думаю, что-то вспархивают дрозды. А они как-то черникой здесь питаются. Да. Так. Ладно. Грибов не видно. Ну, хоть ягоды есть. Ну, и замечательно. Да. Травы в этом году в лесу очень много. высокая. Хорошая, смачная такая. Видать. И влаги хватило. И тепла. А в траве тут и земляника. Все. Только вот грибочков пока не видно. Ну, сейчас съездим. переедем на другое место. Посмотрим. Дело в том, что вот эти все места нами исследованы уже давно. Уже известны и грибницы, и все. Мы точно знаем, что здесь растет. Ну, вот в данный момент грибницы спят. Плодовых тел пока нет. с чем это связано. грибы вообще непредсказуемые существа. Видите, в березовых лесах лисички проснулись. Ну, там сосновым что-то пока не видно. Ну, еще не вечер, так что. Сейчас переедем на другое место, посмотрим в других местах. Как там обстоят дела. Ну, вот этот лес мне лично очень нравится. Он такой вот как парк. Здесь и земляника, и костяника. По весне здесь сон трава растет, потом ландыш. как-то праздничный лес. Хорошо? Смотрим. Ну, еще одна небольшая семейка. Во мху спрятались лисички. О, какие. Возрастные. вот эти Ага. Ну, хорошо. Но все равно в другое место съедем. Тоже посмотрим. Так. Ну, вот, еще небольшие. В общем, как-то так, небольшими семейками эти по одному два грибочка растут. Здесь вот эти желтые листья земляники сбивают с толку. Думаю, что это желтый лист, а это гриб. Вот. Или, наоборот, думаю, что это гриб, а это просто желтый лист. земляничка уже зрелая, перезрелая. Ну, если вот чернику это подвиг, вот то земляника еще больше подвиг. Потому, что она миленькая, уседает. Ползать и собирать это какой-то ужас. Ну, ладно. Еще посмотрим. Вот, приехали на новое место. А тут уже малинка. первые в этом году я не видел еще. Хотя уже и пора бы ей. Но не видел. А тут вот, пожалуйста, есть. Ура! Мы шли на водохранилище, чтобы немножко это прохладиться и искупаться. Гаду как-то уж как-то это жарко. Да, вода поуходила чуть-чуть. Харька. И вода ушла, и он, посмотри. следов человеческих нет. Только птицы расклевывали рыбу. Человеческих следов нету, только птичьи. Это копа может быть притащила какую рыбищу. Пижма тоже не видел. Сейчас ехали, кстати, здесь более плодородное место. Видели, там сыроежки стоят в лесу, не останавливались. Ну, сейчас посмотрим, искупаемся, да, сходим. Сходим, посмотрим, что здесь растят. Ну, вот, мы искупались, стало повеселей сразу. И сейчас пройдемся вот тут вот более, здесь березы есть среди этих, среди сосен, да, вот, посмотрим здесь, потому, что там, где одни сосны, что-то не впечатлило. Так, вот, видишь, как, вот они тут стоят, смотри. Вот они любят такие бугорчики. О, стоят. Ну, в фишках только сказали про березы. Вот, прям, вот стоит береза и смотри, сколько под ней шишек. Береза с шишками, это вам не шутки. И тут великитики, поэтому. Творите, сколько это такой слой, слой шишек, обалдеть. Это, скорее всего, кузница у дятла. Где-то там он таскает шишки и здесь их расклёгивает. ну, как. Та-та-да. Натаскал. Вот. Ну, и что можно сказать? Смотрите, какие они крупненькие. Вот. Хорошо. Вот здесь какой-то пригорок, да, вот. Не пригорок, какая-то вал идёт, что ли. Может, это вот дорога была раньше какая-нибудь? А может, это была дорога, а может, это ещё когда-то, помнишь, валы трояна. А, валы трояна. Ну, может быть, может, что такое, да. Ну, ладно. Забираем. Хороший знак. О, и у тебя тоже, по этому валу. Вот по этому валу, да. Интересно. Давай, смотри, размер-то вполне такой. Ну, большие уже. Угу. Хорошо. Ладно. Сейчас прочешем. О, тоже красные ягодки. Ну, вот, как называется это? Я не знаю. но они несъедобные. Это точно. Зато красивые. Ладно. Пусть растут. да. Кроме тех семейк, пока ничего не видно. Лес красивый, но ну, ну, как-то пока грибов нет. Ну, хорошо. Все равно будем смотреть. Погуляем по такой красоте. Ну, вот, среди сосен стоят отдельные березы. Мы это всегда постоянно говорим, что там, где идет изменение, некое изменение рельефа или монотонности древостоя, эти места нужно внимательно хорошо осматривать. Ну, вот, сейчас стали осматривать возле этих берез среди сосен. Ну, вот, лисички. Небольшая семейка встретилась. Это хорошо. Значит, будем посматривать. Вот, идет. кругом сосны сосны, а тут раз и почему-то березы растут. Почему так получилось? Непонятно. Ну, вот, видно, что она какой-то полосой такой. Может, здесь почвы какие-то особенные. Ну, короче, условия для этих берез созрели. И вот здесь березы и выросли среди соснового бора. Ладно, собираем. Тоже лисички. Хорошо. Берем. О, а тут привлек внимание вот такой многоэтажный трутовик. Ну, это, мне кажется, трутовик обыкновенный. Судя по всему. смотрите, какой он. О! этот товарищ его старший товарищ. Более такой мощненький. Но вот этот удивил свои многоэтажные. то небольшой, но смотрите, сколько на нем слоев. это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать слоев наросло. Ну, это, наверное, многолетние какие-то слои. Как они образуются, я пока не знаю. Но форма интересная. Ладненько. Вот здесь походим среди этих березок. так. Ну, вот еще тут хоть какое-то разнообразие, кроме лисичек. Это у нас сыроежка. Ну, червивенькая, конечно. лисичек. ничего. Мы расстраиваться не будем. так. Вот там что-то вроде лисичку увидал. Чем лисички интересны? Они видны издалека. Точно. Предчувствуй, меня не обманули. лисичка. 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 Махровая форма. лисичка. как у них на шляпке тоже сформировалось некое образование. Так, хорошенькое все. Ладно, берем. Замечательно. Смотрите, отдельными такими грибочками. несплошных семей. А вот встретил жителя местного леса. И он от меня решил драпануть мужик. О, раз. У него здесь норка оказывается. Ничего себе. Ладно, выкапывать не будем. убежал так убежал. Вот. Еще одна срышка. Это дряхленькая. Это как бы молоденькая. Желтоватые пластинки. Розовая шляпочка. Нет. все равно с червячками. Бог с ней. Ладно, пойдем дальше. Такс. А это у нас старояшка зеленая. руссула аургения. Где? Тоже тоже из бывших. Казалось бы, внешне такая молоденькая и свежая. обскроешь ее. Она гнилая и червивая. Так, вот еще тоже. О, это получше. Смотрите, как. вот вот она как бы она называется сыроежка зеленая, но смотрите, да, чуть-чуть зеленоватый цвет. Буквально только некие наметки. Ладно, пойду лап в корзинку. Очень хорошая сыроежка. Ну вот. Очень хорошая. Так. Это у нас тоже грибы, что ли? точно. Он уже из березы попадали. Это эти березовая губка. Вот. Так. Вот тут у нас семья. красавчики. Красавчики. Жаль. А стояли так красиво. нет, та же червяка. Да, жарко и видать они не могут дождаться приятной встречи с грибником. Ладно. Так, это у нас что-то. Это тоже сыроежины. Тоже старые. Ну, с другой стороны, хоть грибы стали попадаться. а то кроме лисичек ничего и нету. Ну, Так. Все равно попытаем счастье. Вдруг чисто будет. Почти. Почти. Ладно. Возьмем. Так. Это у нас зеленая сыроежка. Молодая. И нормальная, кстати. Кстати. Без червячков. Очень хорошо. так. А это семейка. Вот это нераскрывшееся. Посмотрим. О, это нормально. Грязненькая, правда. Вот. Так, эти. Видите, уже гнилушки. Вот здесь, если посмотреть, стало пониже. С горки мы спустились. Пониже. И количество берез на единицу площади увеличилось. Совсем поменьше. То есть, это какая-то такая полоса смешанного леса. Даже елочка. Сейчас к елочке подойдем. Ну, вот. Среди сыроежек одинокая лисичка. Для них для лисичек это крайне необычно жить в одиночестве. Они обычно товарищи такие коллективные, коллективные, общественные. А тут один одиночник. Ну, ладно. пока не видно ее родственников. Так. Ну, вот еще зеленые сыроежечки. лисички. Вроде черви не съели, но вот этот эти на пластинках какой-то странный налет. Нет. Такие брать не будем. Походим здесь получше. Посмотрим. Ну, вот еще тут. золотисто-желтые. Да. Да, да, да. И вот еще одна золотисто-желтая. Аккуратненько извлекли из грунта. Замечательно. Здесь вот смотри сколько берез-то поболее будет, да, вот, какое-то место. наконец дошли до этого места. Ну, ясно. И раньше собирали. Так, что ты говоришь, что это? Это сыроежка золотисто-желтая. То есть не кларафлава, а другая? Лютея. Лютея? Да. Я камыш. Хорошо. Лютея так лютея. Ну, что, вот здесь и будем бродить. Смотри-ка, глаз настроился так. Молочня-то какая, да? Ну, много червивых. Вроде смотришь, классно. А начинаешь скрывать суть вопроса. А там черви. Ладно, ну, чего? Так, а тут у нас что? О, это у нас подгруздок. Подгруздок чернеющий. воистину чернеющий. Смотрите, по ходам червей весь почернел. хе-хе. Ну, и бог с ним. Ну, вот, бродим. Лисички так и одиночными. Одиночными грибочками встречаются не часто, но вот видите, небольшое гнездышко. Ну, качество хорошее. Вообще супероидное. можно сказать. Семейка такая. То есть не зря мы сменили дислокацию. Ходили это вокруг озера. А сейчас просто в лес, ну, там, где вот среди сосен березы. И вот тут вот что-то да попадается. И вон сыроежки стали разного типа причем. Ну, и лисички. Хорошо. Идем дальше. Ох. грибища такое. Это у нас опять подгрузок. Видите, он до каких размеров дорастает подгрузок чернеющий. Ну, он весь съеденный. полностью причем. Хотя твердый такой. Ну, весь в ходах. Вот такие грибы точно это где-то во второй половине сентября можно найти нетронутыми. Были у нас такие случаи тоже поразительные, когда огромные семьи и абсолютно не червивых. Обычно вот уже привыкли, что ну, эти грибы это всегда с червями. А тут абсолютно чистые. Мы тогда их насолили где-то с ведерка, наверное. Ладно. Продолжаем осмотр достопримечательностей. Ну, ну, вот. А это семейка Волуев. Волуи-то уже нестандартные. Уже раскрывшиеся. Видите, какие они. Обычно их собирают на стадии кулачков. Вот. Вот таких вот. русало фуэтенс. Что в переводе на русский русало вонючее. Вот. Ну, своеобразный запах такой. Некоторым нравится, некоторым не очень. но этот гриб исключительно в засолку идет. Вот у него как бы стандартный вид. Вот. Растет частенько огромными семьями. вот. Не знаю, брать не будем. Пусть кто-нибудь соберет, если встретит. И много, кстати, раскрывшихся. лисички. Еще что у нас тут? А еще тут у нас лисички. О! Какие размеры это. И вот тоже прячется в траве. хорошо. Ладно. Что-то эти стали звереть комары и мухи. Как-то было незаметно. Видать, заканчивается действие крема. Надо еще раз освежить на маску. О! Тут интересно. Смотрите. уже на мертвом разлагающемся теле подгрузка стали расти еще какие-то грибы. Да, у грибов такое дело. Каннибализм процветает. Друг едят. Тут же старый валуи. Вот вот этот хорошенький. Но мы сейчас посовещались, решили, что не будем брать. Не умеем мы их готовить. Сколько раз не пробовали, почему-то горькие получаются и невкусные. А у других людей пробуем. Что-то так здорово сделано. Очень вкусно. В общем, как-то с валуями мы не дружим. О, а здесь буйство розовых сыроежек. О, какое. Есть. даже наклоняться не буду. Так. Это у нас тоже все. Еще валуи продолжать расти. Какие. Так. Это у нас что? Это очередная семейка зеленых сыроежек. Кстати, нормальная нормальная. Так. А это ненормальная. Вот еще. Да. Вот из четырех одна только корзинка пошла. Ну ладно. Хорошо. комары заели. Пришлось это. вот нас спрашивают чем мы мажемся. Вот интересная такая вот штука. Вот Baby Detta. Детский крем. Шикарно. Он как-то очень мягенький. И кстати очень хорошо борется со всей этой гадостью. Вот его и пользуем. Ну сколько в 12 часов намазали сейчас уже около пяти. Не забывай что купались. А купались да. И вот только сейчас опять потребовалось. Так что мне так очень нравится. А когда аэрозоли там они когда пшикаешь еще и вдыхаешь там что-нибудь. Что тут дышать особо. а здесь запаха нет. комары не садятся. Ну ладно. Теперь когда комары не страшны можно продолжить обход владений. Еще такое чудо. Смотрите. Это нормально шляпочные грибы. пластинчатые вырос на мертвом теле подгрузка. Смотрите как. Хо-хо-хо. Да. Ну вид вот этих вот я не знаю. Ну все как все как у путных грибов. Ножка шляпка пластиночками чисто белого цвета. ну по приезду в город подумаем что это такое. Как он называется. Вот такие вот эффекты. хорошо. Продолжаем осмотр. Вот сейчас чуть-чуть вниз ушел и он поменялось. Подрост стал более густым. вон рябины появились. Трава высокая. Ладно. Сходим в это место посмотрим. Когда говорят старый пень. А что это такое? А старый пень вот так выглядит. Все. Говорят воистину старый. или трухлявый пень. Чуть-чуть и он рассыпется. За ним уже шапка муха выросла. Да. Вот здесь травы стало больше. а грибов стало меньше. Вот так вот. Ну сейчас пройдусь немного и вернусь в место где травы поменьше. Ну еще вид грибов который сегодня нам не встречался. Это у нас говорушка. Говорушка ворончатая. пластинка она видите пластинки такие нисходящие на ножку цвет телесный практически как кожу человека запах такой специфический говорушечный. Ну брать их не будем. Как-то не до них. здесь травы явно больше. Ладно будем пробираться потихонечку к машине. Уже и время и как-то так чувствуется усталость. Шмель за работой. Это дягель. Очень такое вкусное растение. Очень хорошо пахнет. и шмели с него сумма сходит. Какой-то с белым брюхом спугнул я его. запах потрясающий. У него тек листочки вот такие вот. Это ангелика архангелика как-то так. скорее всего не архангелика но в общем какое-то ангельское трава еще называется. Так хорошо все продвигаемся домой. Красивая какая сыроежка так ох прямо супер мы посмотрим нормально очень хорошо еще мы успели раньше червячков ну все пусть корзинка идет уже до машины недалеко закат неожиданно неожиданно неожиданная находка под березовичек таком бару береза да вот есть рядышком растут и мы встречали только в сырых местах это вот на бару ну червилый понятно дело но смотри растет ну как хорошо идем домой ну вот все вышли на берег сейчас еще искупаемся перед тем как домой уходить тишь да гладь божья благодать ну все ладно ну вот день наш закончился как ты его оцениваешь ну что касается грибов то весьма посредственно потому что мы насобирали конечно на жарюх да но так по одному грибочку жарюха будет даже лисички ну как-то так не очень но зато хорошо погуляли по лесу лес очень красивый два раза искупались ну и вообще отдохнули я считаю очень хорошо с погодой повезло с погодой просто повезло то есть и не сильно жарко и дождя не было и в то же время тепло ну в общем полная радость да ну все так вот закончился наш сегодня 26 сегодня у нас 26 июля 2022 года но с вами прощаемся а всем желаем полных корзин самых хороших грибов до свидания до свидания до свидания Субтитры создавал DimaTorzok